Десногорск Открытие межрегионального турнира по боксу 7 ноября в самом сердце Москвы на Красной площади прошел торжественный марш, посвященный 78-й годовщине военного парада. В 1941 году в разгар битвы за Москву герои Великой Отечественной войны шли на фронт защищать Родину. При этом парад имел большое значение для поднятия боевого духа. В этом году шествие парада открыла знаменная группа 154-го отдельного комендантского преображенского полка. Участие в мероприятии приняли более 4000 военнослужащих, а по брусчатке проехали 40 отреставрированных боевых машин военного времени. Та самая легендарная «Катюша» – самоходные установки и танки. Мероприятие посетили более 7000 гостей, большое количество ветеранов и в том числе 4 участника того самого парада 1941 года. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил и поблагодарил героев войны и ветеранов за мирное небо над головой. Мужество, честь, отвага, умение постоять не только за себя и своих близких, но и за свою страну. О таких героических качествах рассказали военнослужащие подрастающему поколению на уроке мужества. Подробнее далее. 6 ноября в Десногорске состоялся очередной урок мужества для старшеклассников. Первое занятие состоялось в третьей городской школе. Приглашенных гостей там встретили с особым уважением. Урок мужества проводится в форме живого диалога, лекций, подробных рассказах о службе в армии и в целом о военной структуре. Молодые ребята с интересом слушали представителей воинской части и задавали волнующие их вопросы. Цель таких мероприятий заключается не только в воспитании военно-патриотического духа и любви к родине, но и подготовке школьников к срочной военной службе. Также молодые ребята посмотрели фильм о том, что ждёт каждого новобранца. Это психологическая полоса препятствий. Благодаря комитету солдатских матерей под руководством Валентины Рожковой, военного комиссариата города Десногорска и воинской части Красного Бора города Смоленска, такие мероприятия проводятся уже не первый год. В нынешнее время урок мужества – это очень эффективное, продуктивное мероприятие, которое наше молодое подрастающее поколение уже воспитывает в правильном, нужном русле. На мероприятие также приехали солдаты, которые проходят службу в войсковых частях. Они исполнили песню под гитару, прочли балладу и рассказали о дальнейших планах на жизнь. Служба в целом нравится. Год прошёл уже почти незаметно. Нормально кормят, много друзей, много общего нашёл с ребятами. После армии планируют заняться, возможно, подписанием контракта, соответственно, поступить на учёбу, учиться и через пять лет уже получить звание лейтенанта и дальше двигаться по офицерской должности. Желание посвятить свою жизнь военной службе высказывают не только юноши, но и прекрасные девушки. И это не удивляет. Профессия военного уже давно завоевала престиж, благородство и гордость среди всех представителей молодёжи. Есть и свои привилегии – бесплатное обучение, хорошие денежные довольствия, различные льготные программы и проекты поддержки не только для офицеров, но и для солдат срочной службы. Мы собираемся поступать либо в МЧС, либо в полицию и связать свою жизнь с военной деятельностью. Она интересная вообще сама по себе структура. Когда юноармия появилась у нас в школе, мы первым делом туда пошли, потому что интересно это всё. Современный военный – это профессионал своего дела. Он обладает особыми личными качествами, развит духовно и физически. А такие мероприятия морально подготавливают молодёжь и формируют военно-патриотическое воспитание, что, несомненно, играет важную роль перед началом службы в армии. Ксения Бьюшкова, Александр Ерофеев, Десна ТВ Летом 2019 года на Королевском бастионе в Лопатинском саду города Смоленска прошла археологическая экспедиция. В ходе раскопок были обнаружены останки, которые вызвали много вопросов у экспертов. После проведения долгой ДНК-экспертизы выяснилось, что останки, как и предполагалось, принадлежат соратнику Наполеона генералу Гюдену. Он погиб 22 августа 1812 года от смертельного ранения пушечным ядром. Наполеон Бонапарт лично ухаживал за своим другом, но спасти его не удалось. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил, что Россия будет готова передать останки французской стороне и оказать всяческое содействие. По словам руководителя раскопок Пьера Малиновского, участие России в торжественной церемонии захоронения, несомненно, сблизит государства Франции и Российской Федерации. Новые случаи нарушения общественного порядка не остались без внимания. Административная комиссия продолжает пребывать к гражданам правила хорошего тона. Всегда ли это получается? Далее в сюжете. Очередное заседание комиссии прошло 5 ноября. Дополнительно на рассмотрение нарушений были приглашены председатель комитета по городскому хозяйству и начальник отдела экономики и инвестиций. В таком составе было рассмотрено 17 протоколов о несоблюдении закона Смоленской области. Из них 5 протоколов по статье 27 «Нарушение тишины и спокойствия граждан в ночное время с 22 до 6 часов утра в часах постоянного проживания, местах постоянного проживания или временного пребывания граждан». И 12 протоколов по статье 17.4 «Невыполнение требований, установленных правилами благоустройства территории Смоленской области». Все нарушители были заранее уведомлены о предстоящем заседании. Но с повинной из 17 человек пришло лишь 7. Личное признание вины во многих случаях облегчает наказание. «Поступило предложение в связи с тем, что вы прибыли, в связи с тем, что вы осознаете, что так делать нельзя, и в дальнейшем обязуетесь, не нарушая административный кодекс и правила благоустройства, вынести вам минимальный штраф в 3000 рублей». 3000 рублей – минимальный штраф за парковку в неположенном месте. Другим любителям оставить машину на газоне пришлось расстаться с более значительной суммой. Но административная комиссия не стремится к тотальному наказанию рублем. «Административная комиссия не ставит перед собой цель – обязательно вынести штраф и наказать работника или жителя нашего города. Это не сама цель комиссии. Сама цель комиссии – устранить нарушение и не допускать его в дальнейшем». Было рассмотрено 11 протоколов о неправильной парковке. По ним назначены штрафы от 3 до 5 тысяч рублей. Традиционное нарушение тишины в ночное время облегчило карманы полуночников на суммы от 1 до 3 тысяч. «Соседи имеют еще к вам претензии какие-то или нет? Или вы этот конфликт как-то урегулировали? Вы извинились там и…» «Все там нормально». Члены административной комиссии продолжают надеяться на снижение уровня нарушений. Но пока, к сожалению, некоторые граждане соблюдают закон только по принуждению. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Десна-ТВ Все обладатели отменного чувства юмора отмечают свой профессиональный праздник – Международный день КВН. Дата празднования выбрана не случайно. Именно 8 ноября 1961 года на телеэкраны страны вышла первая передача «Клуб веселых и находчивых». В 2001 году с предложением организации праздника выступил президент клуба Александр Масляков. И, конечно же, получил всеобщее одобрение. Размах КВН – движение поистине масштабный. На сегодняшний день почти в каждом учебном заведении страны есть свои юмористические команды, которые дарят улыбку зрителям и соревнуются в домашних, региональных, а затем и в телевизионных играх за звания самых веселых и находчивых. Международный день КВН отмечают участники различных команд по всему миру и все те, кто так или иначе привязан к юмору. Межрегиональный турнир по боксу, посвященный памяти заслуженного энергетика России, почетного гражданина Десногорска Сергея Крылова, пройдет в Десногорске с 7 по 10 ноября. Подробнее об открытии соревнований расскажем прямо сейчас. 7 ноября в физкультурно-оздоровительном комплексе Десна состоялось открытие 17-го межрегионального турнира по боксу. Соревнования такого уровня считаются одним из самых масштабных мероприятий Десногорска. На открытии присутствовали почетные лица города. По традиции с приветственным словом выступил директор Смоленской атомной электростанции Павел Лубенский. «Бокс – это интеллектуальная веса. Не думаю, головой никогда не победишь на рифме. Уважаемые друзья, разрешите объявить 17-й международный турнир по боксу. Считать открытым». Заместитель главы Десногорска Александр Новиков отметил, что в Атомграде большое внимание уделяется спорту и бокс занимает лидирующие позиции. «Для этого прикладывается очень много усилий, средств и сил. И то, что сегодня мы проводим 17-й турнир до 17 лет, показывает, что бокс здесь был изначально, есть и будет дальше». Турнир проходит при поддержке Смоленской атомной электростанции и профсоюзного комитета. Мероприятие с каждым годом всё популярнее и привлекает всё больше новых участников. За 17 лет существования турнира его география приобрела значительные масштабы. «На этом турнире у нас сейчас прибыло где-то порядка 18 команд. Только 4 команды из города Беларусь, из Республики Беларусь. Это город Могилёв, город Барановичи, город Кричев». 7 ноября на ринге состязались спортсмены в четырёх возрастных категориях. Молодые ребята от 9 до 15 лет, несмотря на свой юный возраст, демонстрировали техничные бои. За спортивным поведением и результативностью следила судейская коллегия под руководством главного судьи соревнований Бориса Усульцева. Финальные встречи боксёров пройдут 9 ноября. Тогда же состоится и церемония закрытия турнира. Ксения Вьюшкова, Александр Ерофеев, Десна ТВ. В федеральной службе государственной статистики подсчитали, что всего 12% граждан России ведут здоровый образ жизни. В опросе приняли участие более 130 тысяч респондентов. Выяснилось, что к ЗОЖу российские граждане относят в первую очередь занятия спортом. Также важен рацион, употребление здоровой пищи, овощей, фруктов и, конечно же, исключение алкоголя и курения. Правительство рассчитывает, что благодаря национальным проектам количество ведущих ЗОЖ россиян достигнет 55%, а также увеличится продолжительность здоровой жизни до 67 лет. Такие цели прописаны в проекте «Демография», который был утвержден в декабре 2018 года. На этом выпуск завершен. Больше интересного на нашем сайте desnadefistv.ru, а также в наших официальных группах, в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. В студии работала Ксения Вьюшкова. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова